всем привет фавионыч продолжает серию пейзажные фотографии от альфы до омеги сегодня интересная новость вот вы сейчас увидите на дисплее я надеюсь сможете увидеть пока только слышите наверное ну в общем новость такова что ipad обновил айпл обновил программное запрещение ipad и теперь включается мышь что-то дает дает возможность вам видеть что я делаю на дисплее при записи да но мы сегодня будем записывать видео по просьбе на моего друга что он все жаловался что все скрывают обработку фотографий и хотят за деньги и я покажу на моем примере обработку пейзажной фотографии которая делала акте кому-то будет интересно смотрите я думаю что понравится для этих целей я буду использовать программу adobe photoshop экспресс который для ipad версии достаточно серьезно сделано поэтому ну и будем мы вот видите мои точки как работает мышь заодно посмотрим как она работает я пока не нашел режима как можно прокручивать экран сам но скорее всего она пока еще не реализован режим но тем не менее вот какие-то действия тыка так называемая она может значит мы будем сейчас обрабатывать фотографии которые пока я не делал вместе с вами и сделаем это вот эта фотография чем она интересна сейчас открою вы увидите значит она снята предостаточно таких суровых условиях здесь был и ветер солнце зашло поэтому не было темновато достаточно я вам покажу информацию об этом кадре но увидите что она снята на закрытой диафрагме на восьмерке выдержка 1 400 ну там на самом деле еще короче я думаю ну и при большой чувствительность соответственно здесь есть некий шум шум и цветные значит что мы будем делать мы во первых переведем ее в режим монотона сети мы не будем оставлять ее цветной по какой причине но поскольку в моем стиле скажем так последняя фотография не все в таком стиле сделано мне нравится поэтому я вам покажу как это делать открываем обработку вы видите внизу множество иконок фильтры куда вы можете поместить собственные фильтры варианты фильтров который он предлагает photoshop также варианты их тут множество но они уже фиксированы дальше это настройки баланса которым я не пользуюсь в этой программе режимы по портрету природа цветной дизайн ну значит смотрите мы будем использовать вот эту вот иконку я привычки пользуюсь пальцем нам покажу сейчас все таки варианты как это можно с помощью мыши делать чтобы вы видели все мои движения серым кружочком значит два кадра у меня сделано здесь первая кадра когда эти утки прилетают и садятся а следующий кадр у меня идет как раз там где они сели я искал момент когда они друг вячеслав пытался это на длинный фокус поймать я искал все таки вот такой вариант когда они будут оба под водой здесь торчат только хвосты соответственно что я могу сказать так предложить во-первых от кадрирование да то есть я делал кадрирование этого съемка поэтому подрезать ничего я не буду у меня мысль такова что основная часть две трети поле занимает вода вот она верхняя часть поле занимает скажем так суши полоска и небо может кому-то покажется что это не очень сбалансировано да но тем не менее я могу показать что будет если мы например изменим эту ситуацию и сделаем вот таким вот образом это вполне при пригодна да почему потому что варианте третей да вы видите что можно как раз отделить небо от воды и соответственно 1 1 из третей поместить вот эту часть значит это первый способ с помощью которого можно глазом как бы закрепить вот этот основной объект чтобы глаз не двигался он будет двигаться по экрану но в принципе он найдет достаточно быстро значит но здесь у нас выпадает часть суши которая здесь достаточно интересно проработано поэтому изначально я делал таким образом снимал чтобы это к чему я все говорю что лучше один раз сфотографировать да потом уже более более-менее правильно чтобы потом можно было что-то с этим делать значит на тот момент вы прекрасно видите что в моей камере деление третей как раз приходит по камышу ну и соответственно выше обрезать небо уже нет смысла иначе как бы будет такой не очень хороший эффект да но при этом здесь в нижней части вы видите такой островок суши который я хочу оставить все таки то есть я предлагаю все таки оставить такой вариант поскольку эта часть не основная основная часть как бы находится вот здесь ну и соответственно близко к этой к этой к этой линии да к этим линиям в принципе мы можем сделать еще более точно да можем обрезать вот таким вот образом это мы сейчас делаем композицию и оставить ее вот в пересечении да но поскольку здесь никакого движения в горизонтали нет ни птиц ничего движение идет вниз поэтому насколько это будет интересно мы можем сейчас посмотреть что из этого вышло что-то в этом есть конечно да она попадает и у нас остается часть суши которая тоже проработана мы мы переносим акцент вот на эти утки до забегая вперед я вам покажу еще один инструмент который позволяет выделить это с помощью резкости ну пока мы давайте остановимся на этом все таки оставим в таком варианте у нас большая часть уже будет более 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 крупная часть будет небо занимать соответственно мы акцентировали уже на утке и у нас остается еще какая-то часть суши ну что мне здесь не нравится сразу скажу я не буду что какие-то истинно в последней инстанции скажу что мне не нравится во первых вот эта часть которая здесь достаточно резко этой суши она очень интересно проработана и здесь начинается волна значит поэтому движение глаза как бы вот вот это точно будет здесь работать поэтому двигаться вот отсюда сюда досмотреть вот здесь глаз обязательно бы очки вот эти рассмотрим ну и соответственно отходя от кочек да он уже найдет уток поэтому здесь правило 3 работает но она не особо нужно по поводу отрезки боковой части да вот этой я все-таки предложил бы оставить вот это почему потому что кадр достаточно широкий и он несет некую поскольку пейзаж французского это пейс это местность или страна или какой-то часть по которой показывает обстановку да так это считается что пейзаж это все-таки показывает место само мы будем отталкиваться от этого соответственно варианте обрезанном но мы получаем такой кусок и у нас вот эти камыши которые здесь являются овалом да которые я люблю здесь два овала тоже они у нас отрезаются поэтому я рекомендую во первых оставить в таком виде не кадрировать мы это увидим по реакции людей которые мы кстати с вами вместе все это выложим во фликер и вы сами сами будете следить за тем как продвигается эта фотография это к тому что говорят что какие-то секреты секреты я все показываю которые необходимы вам для того чтобы обучиться пейзажной фотографии и при того мы оставляем все это в таком виде значит попутно сейчас давайте сразу вам покажу этот инструмент забери чтобы потом мы к нему не возвращались объясню почему значит в настройках которые вы здесь находится основные настройки где экспозиция яркость контраст этим будем сам заниматься чуть попозже я вам покажу сейчас инструмент который пролистывая налево да это работа с цветными каналами мы сегодня не будем работать цветными каналами мы оставим все в монотоне и дальше перелистывать видите инструмент который называется размытие что он из себя представляет это вот такая штуковина которую вы можете легко двигать можете менять соотношение полей чем больше вы задвинете ну соответственно тем будет расплывчатость более контрастная в такой варианте ну вот как она работает да покажу да я думаю что вы видите да то есть это способ выделить объекты от окружающей среды с помощью вот такого инструмента я частенько это использую значит но это не нужно переусердствовать нужно разумную долю давать этому инструменту поскольку вот я вам покажу как бы я сделал да то есть здесь светлое небо мы пока еще не работали с светом с контрастом и с освещением да но я вам просто покажу как это можно сделать и что из этого получится вот если его использовать вот такой вариант да вы видите некий круг резкий и вокруг вокруг все эта зона она расплывчатая что дает это так называемое туннельное зрение который на скорость вашей если быстро двигаетесь машине она как бы тоже присутствует то есть боковое зрение смещается и соответственно вам не нужно глаз уже не двигается по вот этим частям он зная что здесь не резко он туда не смотрит он соответственно начинает смотреть там где резко он видит вот эти части и может заметит вот этих куток это один способ значит второй способ если вы сместите этот инструмент вот в эту часть это я уже показывал вам винитирование размытие вот таким вот образом да и уменьшите например вот так то получится что получите вообще локализацию не резкости практически по всему полю кроме того места где находятся утки то есть иногда это можно использовать но когда крупный объект когда объект какой-то очень необычный это играет свою роль да но здесь все объекты имеют значение потому что это пейзаж здесь и островки и камыши поэтому забегая вперед я могу сказать что мы отменяем эти действия вот эта стрелочка сверху посмотрите наверх и отменяйте действия все ну и соответственно мы возвращаемся к тому исходному файлу который у нас есть переходим на вкладку первую вкладку это эффекты давайте сделаем может быть так я сначала покажу вам способом два способа один способ это сразу выбрать эффект настроить его интенсивность и потом уже работать с яркостью с остальными параметрами но давайте на этот раз изменим скажем так это правило и сделаем сначала настроем показатели цветности яркости а потом посмотрим что что нам даст эффект значит для этого мы заходим в раздел настроек перемещаемся в первую вкладку экспозиция обратите внимание сейчас на облака да то есть если вы не знаете что делать экспозиции насколько правильно выбрали смещайте ползунок влево выйдете да начинается проработка облаков то есть вот в этой части в этой точке да облака достаточно хорошо проработаны но при этом остальное все затемняется нужно найти некий баланс который я сейчас все делаю в нефти не в раве я делаю это в jpeg понятно что будут какие-то артефакты поэтому здесь вы видите пересвет неба ему и воды поэтому это уже не годится никуда облачайте внимание за деревьями вот в этой части когда я двигаю рычажок чтобы вы видели что происходит то есть даже интересно я могу одновременно вам показывать и двигать предположим что мы оставили в таком положении когда облака действительно проработаны хорошо но при этом мы потеряли здесь в освещении очень сильно значит что мы делаем я сейчас не я пользую этот способ на обработке которой я пользуюсь соответственно я буду рассказывать именно о нем мне кажется что в таком варианте чуть-чуть оставить можно дальше контраст мы пропускаем сразу переходим на раздел белых это белые части которые можно уменьшить до которые вам проработают облака еще больше но но при этом яркость воды совершенно потеряется соответственно вот этот объект у нас не выделен мы сейчас все это сделаем потом перейдем на вкладку уже монотон если мы поднимаем яркость вы видите облака уходят соответственно вот эта зона над деревьями которая нам важно показать что это свет она же как бы находится на уровне сутками она у нас пропадает я оставлю вот такой вариант когда свет все-таки здесь остался здесь еще здесь одна вкладка вот в нижней части подсветка да это интересная штуковина ну видите как она работает я простым языком объясняю значит того мы пришли к тому что у нас кадр получился достаточно мрачный достаточно темный вода как косовенец то есть в этом есть какая-то скажем так интересная особенность но с кадром действительно слишком темным поместить вот получился поэтому я все-таки рассматриваю вариант экспозиции что мы ее немножко поднимем кадр был посветлее и поживее соответственно мы заодно прорисовали вот эту часть леса дальше тени с белыми цветами мы оставили все то же самое тени вы видите что в крайних положениях мы потеряли всякая прорисовку вот этого дальнего леса и получили здесь глубокие тени такие которые превращают берег и воду в нечто подобное камню то есть это какая-то стрелка такой эффект есть но вот эта часть мне не нравится совершенно поэтому это очень темно значит в крайнем положении вы наоборот получается очень хорошо высветленная правда зашумленная часть леса полностью здесь проработано все но при этом все видно значит это на самом деле интересный вариант объясню почему потому что шумы вот эти все мы можем убрать при этом та черная часть которая нам необходима можем изменить например вот в таком инструменте как черное видите что происходит да самые черные части они становятся совсем черными в том числе наши утки но при этом тени особо не меняются то есть вот в таком варианте мы получаем некий здесь вот темный силуэт некую стрелку да и границу суши получаем черные хвосты уток которые достаточно хорошо видно и лес достаточно хорошо прорисован с облаками можем еще подкорректировать немножко облака опустив белое поскольку мы яркость убрали видите что получается опять пошла у нас темнота поэтому это нам не очень интересно наверное вот таком варианте оставим значит что мы здесь обнаружим здесь обнаружим огромное количество цветного шума то есть есть инструмент который позволяет этому шуму убраться до находится вот в этой части здесь просто удобно так показать это уменьшить яркость носу шум до который в виде точек да но здесь основной цвет цветные цветности шуму эти инструменты я покажу уже при обработке в другом видео да как они действуют да они одновременно уменьшают этот шум вы сейчас увидите как он уменьшится но при этом объекты которые мелкие становятся такие как те пластилиновые поэтому этот инструмент достаточно активный и его надо очень аккуратно использовать в данном случае я все равно его использую покажу вам чтобы это было что из этого получится ну соответственно мы посмотрим как это скажется на картинке да ну вы видите что березы стали более таки отчетливые но они перестали быть такими какими-то резкими они стали немножко расплывчатые может быть в этом что то есть второй инструмент 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 уменьшения яркостных параметров до яркостных шумов этот инструмент очень хорошо работает особенно в монотоне который мы сейчас перейдем вот мы получили практически полное подавление шумов да я это делаю на увеличение чтобы это видели лучше да обратите в эту часть но мы получили что камыши стали какие-то какие-то такие нарисованные до синтетически если это уменьшить то даже на таком уменьшении видно что это некая какая-то уже картина получается в этом есть нечто интересное да и я предлагаю одним из вариантов вот такой вот сделать может быть действительно уменьшить немножко этот эффект чтобы не так сильно подавить ну вот мы видим что сейчас шумы не сильно подавились и все-таки какой-то рисунок хочется оставить этих камышей чтобы они были похожи на камыши но эффект картинности какой-то есть что мы получили мы получили такой интересный вариант теперь значит поскольку я говорил что мы будем работать с монотоном до один способ это в этих же инструментах убрать яркость и насыщенность вот мы полностью убрали получили черно-белый вариант соответственно насыщенность красочность тоже убрали для скажем так понимание что мы сделали мы это все зафиксируем и соответственно можно добавить рамку если хотите рамки вот в этом разделе интересные рамки которые я использую которые мне нравятся это вот эта рамка большая крупная но она здесь с розовым оттенком вот эту рамку можно выбрать в разных цветах каждую рамку я выбираю белый цвет здесь мы обрезаем большое количество неба поэтому эта рамка не очень нам подходит в первом разделе вот здесь здесь есть одна рамка без рамки дальше это белое виньетирование она тоже используется темное виньетирование очень сильная и вот эти две рамки они наиболее интересны в данном варианте одна рамка идет со скруглением углов вот здесь а вторая рамка которая более интересная идет ступенька такая небольшая которая дает некий объем что еще многие делают рамка моста вот эту значит в режиме настроек есть если пролистать дальше то есть еще виньетка вот в этой части где мы делали размытие здесь есть виньетирование она работает вот таким вот образом здесь три-четыре инструмента которые меняют углы ну вот если просто сейчас используйте настройки как я видите как работает а в эту часть наоборот белое значит вот этот инструмент показывает вам как меняется угол сейчас не очень хорошо видно но я вам сейчас включу эффект посиднее что вы видели ну вот например такой вариант это форма вашего пятна она может быть квадратной такой такой часть да может быть к овальной этой части мы оставим такую квадратную дальше это растушевка насколько интенсивное виньетирование или вот такое совсем да или размывчатая более более комфортно ну и средняя точка то есть насколько глубина кадра проникает вот это виньетирование сильное виньетирование он тоже концентрирует ваше внимание на точке да ну в данном случае она актуальна в этой фотографии можно его оставить но я бы сделала конечно не таким явным да то есть вот так в принципе эффект достаточно интересный поскольку по краям здесь виньетирование сильно видно да ну его можем тоже уменьшить то есть или наоборот увеличить да так сделать какой получится некий контраст но это достаточно грубо смотрится поэтому вот так как-то чуть-чуть можно оставить предлагаю вам сохранить эту фотографию значит для этого мы да кстати вы можете поставить свой водяной знак но в данном случае я буду использовать инструмент просто текст здесь выбираете силе силе очень много ну вот давайте выберем вот такой стиль забиваете я в данном случае забью и сыновей фотографии и укажу год 2020 дальше здесь множество шрифтов но я оставлю вот этот шрифт который я использую да хотя можно и такой вариант но у меня вот такой шрифт вы его можете уменьшить до любого размера вот такой мне вариант устраивает дальше рычажком цвет можете тоже менять но у меня здесь остается белый потому что я буду помещать его вправо или в левый угол можете сделать черный соответственно штрихи это окантовка самого что я не буду сейчас показывать это да но понимаете что дальше это все просто помещается или в левый угол или вправо или на саму фотографию на я помещу это на рамку хотя нет можно оставить здесь и все дальше мы сохраняем значит у меня выбрана уже начальной настройки максимального качества и разрешения но я вам покажу сейчас что можно изменить да когда вы находитесь в этом режиме здесь можете во-первых сохранить как копию не надо сделано так во вторых размер можете выбрать любой размер из которых я оставлю максимальный размер оригинал и соответственно качество джипек максимальная то есть стопроцентное качество максимально который возможно все после этого закрываем и соответственно мы сохраняем здесь фото пленку второй способ можно сохранить сразу во flickr вот здесь когда вы выбираете сохранить поделиться и здесь внизу увидите куда можно сохранить можно включить facebook можно включить instagram как у меня сделано flickr но instagram сейчас я не буду делать оставить во flickr если нажать вот таким образом то что сам автоматически сохранится во flickr в этом варианте то есть не надо будет из фото уже добавлять но в этом случае если вы сохраните таким образом у вас не сохраняются ваши настройки xhefa соответственно человек не будет видеть параметры и файл будет называться именно адобовский photoshop это вы увидите у многих кто занимается фотографии такие ну я для примера сделаю такой вариант и вот здесь сейчас появится картинка вы видите что сохранено в этой части наверху он напишет что сохранено во flickr вот ваша фотография была загружена она сейчас не открыта она просто туда загружена значит теперь вернемся ко второму способу ко второму способу редактирование я его сделаю абсолютно заново возьмем тот же самый файл надеюсь что вы не будете скучать вот он и теперь я сделаю по другому способу то есть я изначально сразу зайду в настройке монотон у меня есть свои готовые уже установки да ну покажу вам ред сепия обычный вариант ну я использую в настройке черно-белый покажу как я делаю это достаточно быстро значит здесь две сепии которые использую и циан значит в данном случае циан тоже интересен значит в варианте сепия классическая или как называю ее обычная да ну вот так это выглядит понятно что я не в такой насыщенности это буду делать это будет слегка чуть-чуть если подстраивать под камышей это достаточно пригодно для этого кадра вторая это золотая сепия которую тоже люблю но она не везде подходит в этом случае она может быть и подойдет такой зеленоватый немножко оттенок ну скажем так и третий вариант который здесь интересен это сепия цианцик называемый чем она интересна она она воспроизводит технологию циан 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 здесь и желтый цвет и циан собственно говоря сам вот этот цианистый цвет значит обратите внимание на небо то есть когда я загоняю вот этот настройки вы видите что вот эта часть становится желтым эта часть становится синим цвет не очень популярный и не многие на него реагируют но в некоторых ситуациях он очень интересен посмотрите мой фликер вы увидите там циана отдельных альбомов и там все это есть но если сделать ее незначительно то вы видите что эффект достаточно интересный то есть небо во первых становится более темным здесь на этой границе сложно определить цвет то есть здесь что-то нечто такое теплое и одновременно это монотон можем оставить вот такой вариант в циане для сравнения посмотрите что вот будет в варианте сепия какой вам больше нравится напишите в комментариях у меня больше всего заходят вот эти фотографии но иногда я делаю вот такой циан или такой насыщенный или как в данном варианте такой не очень насыщенный по мне так все таки классическая сепия подходит больше есть еще вариант инфракрасный тоже интересный вариант в данном случае но здесь небо выберется этот эффект тоже регулируемый соответственно вы можете это уменьшить или увеличить есть вариант ну вот эти выцвевшие варианты я не буду сейчас рассматривать хотя вот смотрите видите тоже интересный вариант это готовые фильтры так что любой с ним сможет справиться без каких-либо ну здесь вы видите пропажу деталей сразу же вот в этой части видно что детали куда-то провалились и все высветилось поэтому фильтр достаточно грубый еще один интересный это вот контрастный он тоже с регулировкой я часто его использую для быстрых настроек но последнее время все таки в ручном режиме и пин холл ну знаете что это такое резкое контрастное портреты с ним любят делать дальше вот эти зеленый синий и контрастный пейзаж это действительно хорошо настроенные фильтры тыкнув пейзаж мы получаем практически то есть и готовую фотографию для уже отправки ну я бы конечно такой вариант не оставил я бы все равно его комментировал но вот в этом варианте замечу что мы никаких фильтраций никаких подавлений шумов не делали мы просто нажимаем фильтр и уже получаем какой-то готовый результат в зеленом фильтре вы обратите внимание как проработался лес в синем варианте у меня проработалась вода вы видите да это слои особенно это связано с сигмой потому что там трехслой наматывается в варианте с контрастным видите насколько интересно получилась вода но при этом лес весь ушел в теме мы возьмем все это в ручном варианте оставим все таки вариант сепии да запомните как это выглядит я сделаю минимально потом эту коррекцию мы проведем начинаем обычно с того же самого смотрим по экспозиции что у нас было что мы можем сделать но уже в варианте сепии наложенным фильтром значит поднимая вверх мы видим что достаточно хорошо высветляется и все достаточно хорошо проработано небо остается еще и вот эта часть леса тоже достаточно хорошо видна я не хочу делать контрастный снимок потому что в сепии это не очень хорошо выглядит это пересвет ну где-то вот такой баланс я думаю что оставить значит теперь смотрим за белыми частями да я попытаюсь их уменьшить чтобы проработать небо падает контраст очень сильно да поэтому можно компенсировать это с помощью подсветки попробуем посмотреть что получится да подсветка заиграла видите что небо начинает оживляться и вот эта часть светлая которой я говорил что нам она необходима для концентрации внимания на утках она есть но недостаточно для того чтобы это было в полной мере почему потому что нам нужно еще отделить вот эту часть от облаков значит попробуем работать с инструментами тени следите за лесом не за утками а за лесом и обратите внимание что вот вот эта часть которой я говорил она опять превратилась в какую-то пластмассово-железную эта часть ну вот в таком варианте она как бы более сбалансированная не такая навязчивая получили такое достаточно светленькую картину теперь смотрим черный ну вот мне вот такой вариант пришелся потому что здесь немножко затемнение есть эта часть тоже затемнена но при этом все вот эти объекты остались может быть немножко здесь сильно черная вокруг воды поэтому может быть мы поднимем посветлее получили такой малоконтрастный красивый пейзаж но утки у нас не выделены поэтому можем попробовать воспользоваться инструментом контраста обратите внимание с водой что происходит да вот эти линии которые мы хотели добиться и утки они как бы поднялись в контрасте забегая вперед я немножко отпущу контраст ставлю в таком варианте не сильно почему потому что следующий инструмент которым мы будем пользоваться это инструмент четкость я сейчас не делаю никаких манипуляций с фильтрование шумов да я вам покажу что они существуют их действительно много ну вы видите их да они все такие пятнами некое подобие пленки не обращайте на это внимание в монотоне инструмент четкость с ним главное не переборщить я покажу как это работает на утках на хвостах видите да поднимается контраст сразу увеличивается граница вот это перьев да вы это видите прекрасно вот эта часть но при этом если мы отъедем увидим что одновременно поднялся контраст в лесу и лес остался уже каким-то таким сильно отчетливым не очень хорошим мы переборщили или с контрастом или с темными пятнами поэтому это желательно делать инструмент на увеличение чтобы вы смогли отследить момент когда уже будут какие-то артефакты возникать ну я чуть-чуть его прибавлю я обычно его редко пользую в обратную сторону я вам покажу да можно добиться вот такого эффекта он иногда у меня даже есть фотография вы видите золотой сепии она достаточно хорошо продвигается но тоже чисто пиктериализм такой размытый можно оставить уменьшенные варианты но тогда вы получите вот эти размытые немножко березы размытые камыши но при этом шум никуда не денется получите такую картину размытую у меня все-таки не сторонник этого думаю что да я вижу что привлечение к резкости у нас плывет все давайте оставим на нуле чтобы это было нам сложнее для дальнейших действий следующий инструмент после значит усилить резкости вот здесь есть не усилить резкости а четкость это усилить резкость вот этот инструмент значит этот инструмент тоже важный но с ним очень аккуратно обращайтесь как бритва видите что происходит многие части кадра сейчас станут очень резкими в данном случае видите все достаточно хорошо березы еще еще более четкие стали но мы получились большое количество шума да и общий пейзаж такой какой-то стал более что ли зернистый можно так сказать но в этом что-то есть конечно несомненно для сравнения мы опустим назад и увидите что такое мягкое красивое изображение оно как бы более живое чем когда вы прибавляете сильно резкость я чуть-чуть его изменю попробуйте оставить резкость чуть-чуть поднятой для того чтобы вам вот эти части проработать ну и теперь смотрим по шумам значит один вариант вообще не трогайте использовать инструмент который называется зернистость здесь как он работает ну вот я вам покажу пальцем да вот таким вот образом вы превращаете ваши фотографии в некое подобие зернистой пленки да причем зерно вы можете меньше делать больше за счет зерна вот этот шум он просто станет более яростным и восприятие будет именно шума значит но я все-таки не сторонник в данном варианте такого варианта и соответственно мы будем уменьшать включаем инструмент уменьшить яркостный шум цветной шум здесь нам вообще не нужен потому что его нет мы в монотоне он будет здесь работать но он нам не нужен поверьте на слово смотрим у нас в кадре утки кусок леса мы включаем уменьшение яркостного шума вот обратите внимание что предыдущей версии мы достаточно сильно загоняли да и получали размытые камыши здесь такого эффекта нет здесь мы можем даже вот на 20 процентов сделать да но обратите внимание в эту часть которую я показываю вот видите но даже на таком увеличении шум уже достаточно мелкий если мы уберем обычное то получится что практически шума там нет но за счет того что мы все таки этот инструмент применили у нас вот эта часть леса она в некую такую полосу сплошную серого превратилась и это с одной стороны хорошо то что там нет шума да теперь отделились но с другой стороны какой-то эффект напишите кстати что вы по этому поводу думаете нравится вам этот эффект или все таки оставить его с шумом этот лес ну видите какой-то более четкий стал резкий и интересный несмотря на то что достаточно большой шум машины шум сразу видят поэтому они многие воспринимают они воспринимают как это не качество это просто воспринимается как пленка поэтому зачастую иногда получается что это это нужно небо здесь видите у нас у нас оно ушло поэтому мы возвращаемся опять к инструменту темные тени и попытаемся вот то что мы загнали вверх немножко опустить у нас пропадает вот эта часть утиная да то есть мы очень хорошо оставляем для уток все это у меня все таки мало контрастный вариант больше нравится не знаю как вам но я бы например даже вот такой вариант оставил бы понятно что это не самый лучший вариант но поверьте что вот в светлой части когда вода светлая вот эти хвосты они достаточно хорошо даже если добавить контраст потом они достаточно хорошо здесь видны ну вот некое подобие мы получили остается решить все таки вопрос с небом белая часть у нас полностью убраны подсветка у нас на максимум видите какой интересный и убран контраст практически полностью я имею ввиду тени и черные мы можем попробовать уменьшить тенями небо ничего хорошего не выходит из этого поскольку у нас кадр строится вокруг все таки хвостов мы должны в первую очередь ориентироваться на них мы получили вот некую такую картину если сейчас отвлечься от того что мы делали и просто рассматривать картину с точки зрения готового варианта мы видим достаточно высветленная часть которая все равно воспринимается как мыши этот овал у нас сохранился здесь все хорошо вот эта часть у нас видно что это суша и при этом здесь какая-то небольшая горка но не сильно черная чтобы акцентировать на себе внимание волны у нас проработаны мы видим их да утки хвосты мы видим лес достаточно такой видно что это весна без листьев да то есть осталось небо достаточно светлое но при этом оно не сильно проработано и некая яркая часть есть то есть получили мало контрастный кадр понятно что не всем это понравится поэтому если ориентироваться на публику да ну не такой контраст да максимальный контраст который я поставил вот небо сразу уходит я конечно все таки вот таким вот образом наверное оставлю и попробуем еще с экспозиции да ну здесь видите в чем недостаток работать с джипегом что здесь сразу все плывет вываливается если вы работаете прорабатывайте небо то у вас эта часть пропадает ну давайте еще одно действие сделан раз уж мы решили небо оставить но при этом мы хотим получить что-то светлое в таком варианте мы все белое поднимем отцветку сюда экспозицию сюда я показываю разные варианты комбинации как можно это провернуть вы сами для себя решите какая последовательность для вас важна я ни в коем случае не являюсь каким-то оракулом что нужно делать именно таким образом можете воспользоваться советами каких-то других мастеров но я всегда ориентируюсь на отличное ощущение от того как я редактирую и последовательность для меня не столь важна я вижу просто разные варианты где получить наиболее интересное вот здесь я получил хорошее небо то что мне нравится что мне не нравится я сразу скажу значит вода которая как свинец ну действительно это некое настроение да вот эта часть не сильно черная поэтому я это не буду делать сильно черный я наоборот это делаю светло высветлю и соответственно что я сделаю еще тени да вот такое настроение по поводу шумов попробуем их немножко убрать но не сильно вот такую картинку я получил вот такую картинку я получил значит винетирование я здесь тоже сделаю вот так вот так здесь я могу позволить себе больше потому что вот эта часть у меня темная облака в иньетках сделают еще более темным что усилить что усилить вот эту центральную часть но главное чтобы вот здесь у меня не было сильного перепада поэтому мне придется изменить форму я сейчас сильно усилил да покажу я изменю геометрию саму я сделаю это вот такой типа квадрат и растушевка у меня будет максимальная ну теперь я попробую это все задвинуть среднюю точку и посмотрим что будет видно да значит но вот в инструменте достаточно плохо видно для этого нужно вернуться и посмотреть как кадр уже выглядит в готовом варианте с расстояния ну видно что вот эта часть подтемнилась вот эта часть тоже но я в этом какой-то проблемы не вижу теперь я могу попробовать или поставить рамку или ставить без рамки ну здесь вот эта береза очень интересная я бы ее оставил потому что если мы ее закроем рамкой соответственно получим кусок березы и уберем часть вот интересного ландшафта который в ближнем поле и часть неба которое уже темное поэтому я не буду в этой варианте делать рамку я оставлю в таком варианте все мы получили готовый результат в сепии чтобы вы понимали что это сепия я вам покажу ну значит она в маленьком сейчас настройке если ее чуть-чуть прибавлю видите как меняется цвет нравится наверное ну не переусердствуйте я все-таки ее прибавлю конечно она будет не такая просто какая-то синяя я сделаю немножко интенсивной почему я могу это сделать потому что мы сделали низкий контраст и за счет того что на низком контрасте добавляем сепию мы получаем очень приятный цвет вот как вы смотрите я предлагаю вот таким образом оставить добавим сюда тоже логотип мой ну и в данном варианте сделаем его не черным а белым интенсивность кстати вот этой настройкой вы можете менять то есть можете сделать его менее насыщенным или более насыщенным и помещу его в нижний левый угол вот сюда в этой части просто видите здесь интересная сама структура я не хочу ее затменять поэтому вот кстати смысл я зря сюда зашел я думаю что теперь мне отсюда будет с ним выйти так мышь бы не потерялась раньше пальцем я сюда не мог зайти теперь я вижу что и мышь сюда тоже зайти не может наверное так хорошо вернемся ничего страшного так уберем эту штуку и заново включим вот батарейка садится ладно хорошо делаем еще раз выбираем размер и помещаем вот этот угол уменьшаем яркость чтобы она не сильно чтобы она не сильно выделялась отвлекала от картинки и сохраняем качество максимальное все то же самое в этом версии я оставлю все данные поэтому буду сохранять фотопленку а потом уже из фотопленки сейчас покажу как отправить его во фликер вот она написала что сохранена фотопленки мы выходим из photoshop открываем нашу фотопленку ищем здесь мой кадр точнее у нас два кадра будет мы сейчас найдем вот видите верхнюю часть вот это это черно-белые версии вот эти версии сепи одна версия которую я до этого делал а это другой кадр это с утками которые летят значит вот мы получили наших сколько тут у меня раз два три четыре кадра значит те кадры которые с надписями вот черные это мы сделали один, второй, третий давайте откроем посмотрим ну вот первый кадр что можно сказать достаточно мрачно все черно-белое некое подобие даже царо я так сказал здесь примерно то же самое но камыш здесь практически такой он как картинный синтетический это собственно два одинаковых кадра почему один как бы из photoshop а другой из фликера а вот этот кадр мне действительно нравится это сепия и соответственно вот он сепия такая приятная есть что-то в нем и он менее шумный вода очень хорошо проработана она действительно живая камыш сохранился небо яркое здесь темная часть ничего лишнего я предлагаю остановиться на этом варианте и отправить его во фликер в описании я не буду ничего писать хотя можно название какое-то сделать ну давайте для интереса сделаем например что-нибудь придумать а давайте без названия локацию можно поставить добавить ну я поставлю в артинский разлив неправильно забил ну добавить она карты соответственно будет видно локацию и добавлю в альбом сразу у меня есть альбом пейзаж сюда здесь у меня вариант публичный ну соответственно вот вы являетесь свидетелем как и этот кадр попадет в значит описание я пока не делал но могу показать как это можно сделать если будет интересно ничего страшного там нет все теперь когда мы перейдем на на фликер во вкладку здесь разделе публичные последние фотографии вот она первая вот она появилась соответственно нажав на информацию можем посмотреть все условия съемки восьмерка диафрагма 500 чувствительность 1,4 действительно выдержка локтинский разлив название нет описание нет альбом есть теги ну для ускорения продвижения мы можем забить теги я по-русски забью ну хотя я все-таки рекомендую если вы пользуетесь англоязычными какими-то своими аббревиатурами landscape лахта он подсказывает поэтому все видно сепия лейк какое-то озеро деревья утки дакс по-моему да насколько я помню что еще можно ветер или например вот так вот ветер что еще можно волны весна давайте так оставим если нужно описание ну в описании вы можете сами добавить что хотите что считаете нужно соответственно я оставлю без описания он будет в альбоме никакие группы я не добавляю вы будете смотреть сами в онлайне что происходит вот здесь огорелось голубенький значок значит уже какая-то отметка пошла общий список по движению по фотографиям вот джан с мой подписчик занимается пейзажной фотографии можете посмотреть что он делает в данный момент он путешествует отметил фотографию соответственно один просмотр уже есть и одна отметка нравится есть прошло буквально несколько секунд значит что касается второй фотографии которую мы не открывали значит в моем разделе камера ролл есть еще фотография которая не открыта вот это видите у нее название adobe photoshop экспресс и длинный номер мы сейчас ее отредактируем и тоже выложим чтобы вы понимали вообще как это работает и что можно с этим делать значит я здесь оставлю вот эти все номера беру только adobe экспресс и уберу время робот все равно определить что это в программе photoshop сделано это и будет название фотографий description это описание что в адобе я это уберу добавлю в альбом тоже скрип значит можно добавить еще на человека да то что здесь на кадр но я использую этот инструмент на самом то что там человека нет я добавляю все равно себя себя именно чтобы система поиска они как бы привязывали меня здесь в тегах сразу фото экспресс но я это оставлю добавлю только landscape фотография лахта английский поскольку это фавионом снято я добавлю фавион сигма почему я добавляю потому что забегая вперед скажем да у нас нет xhefa я сейчас покажу это что у нас его нет поэтому роботы не смогут определить чем это снято у них нет данных мы загрузили это другим способом поэтому я добавляю сигма dp3m можно добавить санкт-петербург ну если хотите русский пожалуйста пейзаж лахта это не сепия здесь так что цепи здесь не нужно ну давайте в таком все видите вверху никаких нет xhefa никак не определить чем это снято как большинство фотографов которые профессионалы таким образом работают они публикуют чем они снимали как соответственно все это обрабатывается в программах поэтому вот название мы оставляем цифры описание никакого недели сейчас она как бы в привате да ну давайте вот при вас я ее открою она теперь публичная соответственно теперь когда мы заходим в раздел публик мы видим две фотографии вот они появились одна с рамкой другая без одна сделана в таком черно-белом варианте классическом да как мы делали вторая в себе ну вот пока мы тут редактировали вторую фотографию видите 8 человек посмотрело за два человека мне понравилось да вы можете даже посмотреть кто это сделал все это понятно да и пройдет немного времени и это циферки будут уже двух или трехзначные достаточно быстро вот такой краткий курс который мне Павел рекомендовал сделать да ну вот для тех кто пользуется ну и кто использует айпад теперь появилась возможность можно пользоваться мышью если это удобно мне это конечно удобнее руками делать но в данном случае мышь не все функционалы здесь поддерживает но иногда это может быть легче для кого-то для рук кому-то может быть облегчит жизнь кто-то привык с мышью работать тоже интересно поэтому может кто-то на телевизорах это редактировать можно подключить сейчас любое устройство телевизора и мышью редактировать я считаю что это очень хорошее достижение и хорошо что это такая возможность появилась ну дальше можно интересно я могу открыть статистику на сегодняшний день вчера фотография которую explore 11500 было просмотров всех фотографий да но при этом можно посмотреть что фотографии которые в explore вот она вот эта фотография сейчас 4800 набрала 143 отметили ее 28 комментариев вот вот она в такой степи видите какое здесь интересное небо какая прорисовка у меня здесь ну и соответственно есть интересный параметр посмотреть это восьмерка 500 1 320 это тоже снято с рук я упирался с помощью ремня поэтому достаточно так и большое описание сделал на английском языке много тегов уже во многих группах она часть групп я добавил небо интересное красиво прорисовано птицы ну мы снимали уток которые предыдущие фотографии с этой стороны слева это правая часть ну и соответственно человек голова руки ноги все остальное посмотрите мое видео я думаю что вам понравится как мы это снимали галерея эксплор то что сегодня находится вверху можете посмотреть и решить для себя нужен вам фликер или нет интересен он или нет насколько он вам поможет стать известным продвигаться это наиболее интересная дружелюбная сеть которая есть для фотографов ну вот на сегодняшний день у нас статистику все таки мыши пока еще первая версия я думаю что ну вот сегодня вот этот же explore видите 900 900 раз его посмотрели на втором месте у меня идет такой некий стрит без обработки я вообще не обрабатывал просто его открыл здесь видите собака один единственный человек ну вдалеке людей практически не видно и вот такие желтые везде знаки то есть такой единственный ну вот видите уже процент 30 процентов нравится несмотря на количество шумов цвета здесь все видно но сюжет он есть поэтому я тут ничего не корректирован ни цвета ни четкости вообще ничего не условия достаточно жесткие снято через стекло автобуса до четверки чувствительница огромная 800 короткая выдержка за то чтобы заморозить движение вот таким вот образом все это сделано на ходу из автобуса через стекло вот статистика пожалуйста делайте фотографии не стесняйте ну в четвертом месте видите идет фотография которая тоже попала в экспор эти же камыши но сняты с другой точки когда был лед очень интересная фотография уже 11000 посмотрели 87 отметили обратите внимание как я сделал рисунок здесь в деревьях вот и параметры вот пожалуйста покажу вам тоже закрытая восьмерка низкая чувствительность короткая выдержка потому что солнце было хоть и в облаках но оно было там описание Нева ссылки на мои все соцсети большое описание и множество групп и все хорошо при том что фотография сделана 27 марта если открыть статистику крупную общую сейчас просто покажу прошло полтора месяца и вот здесь посмотреть всю статистику Левая это дневная статистика сейчас загрузится в левой части вы видите вот здесь столбик дневной статистики сегодняшней сверху идет с самым большим просмотром и дальше пониже ну вот если обратите внимание что наши фотографии еще здесь пока не появились да нет их пока нет они внизу а это вот за весь период да и вот этот весна да она уже видите на каком месте она полтора месяца назад сделана эти фотографии сделаны два-три года назад раз два три четыре пять на шестом месте фотография которая сделана в апреле была а вот это дерево она уже видите в десятке ну и соответственно если увеличить и поискать фотографию которая попала буквально позавчера она она сейчас пока еще пятьдесят уже прошла позицию я думаю что она войдет в двадцатку совершенно быстро вот она она на тридцать двом месте четыре восемьсот убрала ну я думаю что сегодня она пройдет еще наберет там и зайдет уже в тридцатку и завтра уже будет на первой странице вот вкратце такое видео подписывайтесь на канал пишите комментарии что вам понравилось нет о чем поговорить подробнее об обработке в пейзаже да и вполне вероятно что вам что-то понравится и вы может быть начнете заниматься этим непростым делом как знать ну спасибо до свидания